Дорогие братья и сестры, искренне приветствую вас и благодарю Бога за возможности исследовать Священное Писание суббота за субботой. И сегодня, в этот особенный день, когда мы говорим о миссионерском служении нашей Церкви, о служении телеканала на Украине, о тех возможностях, мне хотелось бы поговорить вообще, для чего Богу нас использовать в Своем деле. Для чего? Что задумал Господь, когда доверил нам какое-то служение? Об этом будет моя проповедь. То есть мы с вами разберем одну историю из книги Евангелия от Матфея, притчу Иисуса, и одну историю из жизни. И тема нашей проповеди будет озаглавлена словами из 25 главы Евангелия от Матфея. Ибо Бог поступит в последнее время так. Вот это будет наша проповедь. Ибо Бог поступит в последнее время так. Как же Бог поступит? В последнее время это наше время. И что мы с вами сможем делать? Для Бога, с Богом. Каким образом будут развиваться события в последнее время? И неужели в Евангелии от Матфея говорится о том, как Бог поступит в последнее время? Вам это интересно было бы узнать? Как Бог поступит? Так а какая же это история? Что Бог в последнее время поступит каким-то образом? Какая же это история? Это Евангелие от Матфея, 25 глава, 14-й 5. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Итак, заметьте, здесь Христос говорит, что Сын Человеческий, когда придет, это 13-й текст, подрастуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, а 14-й текст говорит, ибо Он поступит вот так, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Значит, 25-я глава, мы начали изучать в прошлый раз с вами, в 25-й главе говорится о последнем времени, о том, каким образом в последнее время мы можем... И первая история притча Иисуса Христа о десяти девах показали нам внутреннее наше содержание. Мы сможем выдержать события последнего времени, если мы внутри будем наполнены... Это по притче вы отвечаете. Помните, как проповедь называлась? Сила, чтобы сделать все так, как сказал Бог. Потому что понятие наполнится Духом Святым, у всех оно разное. У всех разное. Что такое Дух Святой? Как Он нас наполняет? Но когда мы читаем 25-ю главу, то присутствие Духа, присутствие Елея в сосудах помогало Светильнику... Что делать? Гореть. Гореть. Поэтому что нам помогает жить и исполнять Божьи слова? Присутствие Духа Святого. Если мы чувствуем, что мы знаем, как правильно, но так поступать не можем, не хотим, боимся, значит, у нас Духа Святого мало. Помните прошлую проповедь? И еще повторим некоторые уроки. Как запастись Духом Святым? Правильно молиться, говорить, Господи, я хочу Тебе принадлежать. Каждое утро начинать с того, что посвящать себя Богу. Но как наполниться Духом? Это, например, молиться до тех пор... Кто помнит прошлую проповедь? Пока что не произойдет? Пока вы не услышите, пока вы не ощутите, что вы готовы жить с Богом, готовы выполнять Его Слово. Читать Библию нужно до тех пор или так, чтобы это Слово нас касалось. Вот не просто, Боже, я почитал две главы, три главы, все, иду смотреть телевизор, иду работать, иду гулять. Нет, читаешь так и до тех пор, пока сердце не загорится. Помните, как ученики в ММУ сговорили, не горело ли сердце наше, когда он нам объяснял? Вот наша жизнь с Богом не должна быть, как, знаете, в трамвале. Встречаете вы какого-то человека, посмотрели на него и пошли дальше. Без различия. А если не сказали кто-то «Привет, пока», если сказали «Ой, извините, наступил на ногу», но эти отношения не затрагивают сердец. Вот иногда мы с Богом, как в трамвайе, как в метро. Мы не затрагиваем чувств, эмоций, и нас это никак не беспокоит. Что там у Бога за дела? Какие у меня проблемы? Но надо научиться бороться в молитве, выражать свои эмоции искренно, страстно. Быть человеком эмоциональным, чувствительным, не только друг с другом, когда мы решаем проблемы, не только с деньгами, когда мне их не дают, но когда мы с Богом имеем какие-то отношения. Быть и эмоциональным, как и Ов, задавать вопросы, не соглашаться, переубеждаться, раскаиваться. Вот к таким отношениям, и призывает нас история десяти девок. Мудрые девы – это те девы, которые запасались, которые с Богом переживали, и у них накопился запас этого влияния Духа, чтобы сделать так, как сказал Бог. Вы вспомнили прошлую проповедь? Она была тяжелой для вас в прошлый раз? Тяжелой. Понятной? Понятной. Сегодня мы продолжаем. Сегодня 25 глава, с 14 текста. Давайте начнем. И прочтем вначале эту историю, а потом порассуждаем. Ибо Бог поступит в последнее время, Иисус Христос поступит в последнее время так, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе. И в тот час отправился. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же, получивший два таланта, приобрел другие два. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрылся ли бро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов, принес другие пять талантов и говорит, «Господин, пять талантов ты дал мне, вот другие пять талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Подошел так же, и получивший два таланта, и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот других два таланта, и я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Пойди в радость господина твоего». Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал, что ты человек жестокий, жмешь, где не сею, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, я пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе, твое». Господин же его сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сею, и собираю, где не рассыпал? Набежало тебе отдать сей бром ее торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него таланты дайте имеющего десять талантам, и во всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выброси во двунижнюю, там будет плач и скрежет зубов, сказал это, возгласил, кто имеет уши слышать». Да слышит! Очень интересная, поучительная притча, правда? Кто вы? Пять талантов, два таланта или один, получивший. Кто вы? Или вы никто? Или нас нет здесь святой притчи, мы ничего не получили. То есть мы получили что-то, правда? Как вы думаете, кого символизирует, опять же, который дает таланты, хозяин, кого символизирует? Христа. А его слуги кого символизирует? Нас. Нас, слух его, рабов, слушателей. А что символизирует таланты? Это мера веса. Некоторые говорят, что талант в древности мог, талант серебра, весить 24 килограмма до 36. Разные, как бы, градации. Но представьте, 25 килограмм серебра. Это самое меньшее получилось. А тот, который получил 5 по 25, у него было 125 килограмм серебра. И это не просто серебро, это деньги. Это деньги. У нас сегодня не спрашивают, сколько килограмм денег ты имеешь. Хотя некоторые люди имеют их в мешках и могут взвешивать. Но я не думаю, что мы взвешиваем деньги. Или кто-то из вас взвешивает. Нет? Кто взвешивает, тот молчит. У нас их не так много. Надо даже взвешивать бумагу. Что толку взвешивать вот золото и серебро? Как вы думаете, что же он на самом деле отдал? Серебро? Богатство? Кто внимательно слушал притчу? Что отдал хозяин своим слугам? Что отдал? Нет. Нет. Ни таланты, ни любовь, ни возможности, ни поручения. Вы на меня не смотрите, вы не гадайте, вы читайте в Библии. Четырнадцатый текст. Имение свое. Это значит, талант это то, что он имел. Он им отдал все, что он имел. Замечаете? Призвал рабов и поручил им имение. Значит, хозяин рисковал. Если они его имение потратят, он обеднеет. Если они его имение увеличат, он разбогатеет. Как вы думаете, вы себя ставите в положение, что если мы протратим Божье имение, Бог обеднеет. А если мы приумножим, Бог разбогатеет. Вы так думаете о себе? Вы понимаете, что Бог нам что-то доверил? Теперь, хорошо, скажите мне, какое имение Бог мне лично и вам дал? Лично. Какое имение? Нет. Землю? У вас много земли? Я делаю самому человеку. Вы имеете в виду планету? Друзья, мне кажется, у Бога еще что-то есть в имении. Что еще вы думаете? Жизнь. Я тоже думаю, что имение Бога – это жизнь в нас. Бог не просто дал нам землю, земля, вообще все Богу принадлежит. Но Бог, когда дьявол борется за человека, борется на этой земле, он борется не за кусочки земли, или домов, или за слитки золота. Дьявол борется за обладание нами. И поэтому, когда мы позволяем Богу в нас прожить жизнь, мы Бога умножаем имение. Вы представьте, так, когда Бог в нас проживает жизнь, и Он говорит, помоги соседу, вы взяли и помогли. Скажи доброе слово тому ребенку. Вы пошли, сказали. Пойди обними того человека. Вы пошли, обняли. И так нас, как Бог хотел бы поступить, так нас поступает человек сто, допустим. Скажите, значит, Бог имеет возможность себя умножить во сколько раз? В сто раз. А если каждому, кому Бог поручил, пойди сделай, не пойду, пойди скажи, не хочу, встань пораньше, хочу спать, пойди купи что-нибудь, не хочу. Тогда Бог свою возможность в сто раз умножить себя, начинает не умножать, а что? Делить. И Бога меньше на этой земле в сто раз. Вы понимаете эту мысль? Теперь, делаю вывод из этой истории, потому что хочу вас не утомить и посмотреть еще одну библийскую жизненную историю. Один раб, который пять раз, пять получил талантов, он его умножил вдвойне, принес еще пять, десять. Второй, который получил два, умножил в два раза, получил четыре. Третий, один получил, ничего не приобрел. Но каждому, кто умножал, хозяин говорил одни и те же слова, хорошо, добрый, верный раб. Теперь у меня вопрос, чем наградил хозяин хорошего раба? Чем он наградил? Войди в радость господина твоего. Войди в радость господина твоего. Молодцы. Он сказал, хорошо, добрый, верный раб. Добрый, дед, старый. Первое, над Богем тебе поставлю, значит, дам еще больше работы. Первое. Второе, войди в радость господина твоего. Кто из вас хочет получить такую награду? Работали, работали, работали. Попадает в царство небесное, и он говорит, слушай, ты молодец, ты на земле хорошо поработал. В два раза больше нам тебе нагрузки на небе. Мы же собираемся там отдыхать, а Бог говорит, не, какой отдых? Над многим тебе поставлю. И второе, кто из вас хочет получить такую награду? Хозяин забирает все это серебро и говорит, слушай. Паян награда, посмотри, как мне хорошо. Порадуйся со мной. А раб спрашивает, а мне что-то будет? Ну вот порадуйся, войди в радость господина. Все же все равно мое, и ты мой, и сын Иброва мое. Вот смотри, как мне хорошо. И радуйся. Кто хочет такие две награды? Ни одной руки. Первый раз встречает церковь, которая не хочет Божью награду. Одна рука, вот спасибо. Вы поняли, что часто наши представления о рае, о награде Божьем эргоистичны. Мы все ждем Господи и нам, и нам, и мне, и побольше. Еды побольше. О, в раю мы будем в магазины ходить, все будет. Хочу в раю. В раю не будем уставать. Хочу в раю. В раю будет все, как самый хороший курорт. Конечно, хочу на курорт. Вот наше представление о рае, о вечной жизни зачастую, настолько эргоистичное, что, я вам скажу, это сатанинское представление. А я читаю эту притчу, что в вечности будет нам работа, и она будет нам наградой. В вечности нам будет нагрузка какая-то. И если мы здесь только на этой земле жили, и маленьким какими-то пользовались возможностями, то на небе Бог даст нам общаться с другими жителями планеты. В вечности мы начнем межконтинентальные перелеты. Бог будет давать нам поручения. Вы слышали, что каждый ангел ждет, когда Бог ему что-то поручит. Вот каждый сотворенный Богом там небожитель, он ждет, что Бог что-то поручит, и он считает это наградой послужить этому Богу. Поэтому кто хочет в вечности отдыхать, заранее хочу эту вашу мечту развеять. Лучше, сразу я вам это скажу, чтобы вы потом не разочаровались, никакого отдыха, я имею в виду в смысле безделья, никакого безделья на небе не будет. Зачем Бог нас даст нам 100% нашего разума? Там. Зачем даст здоровье и силы? Вот скажите, зачем? Спать и кушать? Во что мы превратимся, если мы только будем кушать и спать? Какой здоровый образ жизни? Надо куда-то будет ходить, а мы не любим ходить. Надо кого-то будет проведать, мы не любим проведать. Надо кому-то что-то рассказать. Не, изволь, я ничего не хочу. А Бог скажет, таких людей там не будет. Там в вечности будет апостол Павел, который здесь обходил сколько? И Павел скажет, Господи, а что мне там на небе ходить? Бог скажет, отдохни, парень. Ну, Павел скажет, ну хорошо, отдохну день, два, три. Вы представляете, что будет с апостолом Павлом на небе, если ему там не дать работу? Он устанет, апостол Павел, он скажет, Богу, он будет подойти, дать Богу каждый день, Господи, дай работу. Ну, сколько можно? Тысячу лет сижу, ничего не делаю, второй тысячу лет. Боже, дай мне работу. И каждый, я вам хочу сказать, если в вечности Бог не даст нам никакой нагрузки, мы там со скуки умрем. Поэтому начинаем работать сейчас. Вы понимаете мою мысль? Если бы ничего не делать, если бы у нас не работал телеканал, если бы не было в церкви делов, если бы в церкви не было какой-то для нас возможности трудиться, если бы Христос сказал, я вот создал свою церковь, все, ничего не делайте в моей церкви, отдыхайте. Я бы Бога не понял. Поэтому Бог говорит, в вечность начнется с того, что я поставлю тебя над многим. Это значит, подумайте, что мы будем делать в вечности. И второе, Бог скажет, смотри, как я рад. Я рад, что ты что-то сделал, что у тебя получилось. И для тебя награда. Будете видеть мое лицо, что я рад, что мое сердце радуется. И ты от этого будешь счастлив. Кто со мной согласен? Уже больше рук. В конце я спрошу, кто хочет, все-таки на небо. В конце. В начале ни одной руки не было, сейчас половина рук. Но еще вторая половина, значит, не понимает. Ну ничего. Давайте история. Число десятая глава. Одна история и достаточно будет. Число десятая глава. Как вы думаете, вот если бы ничего не нужно было делать, был бы этот человек в церкви Ветхого Завета? Читаем историю, потом отвечаем на этот вопрос. Если бы ничего не нужно было делать. Число десять двадцать девять. И сказал Моисей Хававу, сыну Рагуила, Мадьяни-Тянину. Давайте проясним, кто такой Хавав, сын Рагуила. Я понял, что я сказал не на том языке, и вы ничего не читали. Ну что, вы не знаете, Рагуил, он же Иофор, это тесть Моисея. Это папа его любимой жены Сифоры. Хавав – это сын Рагуила. Значит, Хавав – это брат чей? Сифоры – это брат его жены. Значит, кто Моисей Хававу или Хавав Моисей? Швагро. Ну, не родственникам он не станет, конечно, от того, что на сестре его женился. Как он у нас в народе называется? Швагро. Швагро. Ну, зять называют. Девять. Девять. Ну, хорошо, как это называют? Что-что? Смотря кому. Это один человек, он к каждому из семьи кем-то приходит. Кем-то приходит. Я говорю Моисею. Кто Моисею? Хавав. Итак, он и его, ну, мне нравится взять, или как-то, он ему становится близким. И вот Моисей говорит ему, смотрите, что он ему говорит. Мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал вам, отдам его. Иди с нами, и мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле. Хавав до того, как пришел к Моисею, жил где? В земле Мадианской. Там, где его папа был священником. Там, где были его сестры, там, родственники, братья. Моисей, когда папа пришел уже в пустыню, народ израильский освобождился из рабства, и папа привел ему Сипфору, его жену, Моисей пообщался, попраздновал, порадовался, и потом Яфор уходит домой. Вместе с Яфором хочет уйти его сын. Это получается брат Сипфоры. Моисей не может убежать Яфора или Рабуила. Но Моисей говорит Хававу, слушай, останься с нами. Мы идем в землю, Бог вас благословит. Я знаю этого Бога. Он же рассказал о чудесах. Моисей все рассказал и о Фору, и своей вот этой семье, своей жилы все рассказал. Они радовались, прославляли Бога, потому что они тоже верующие. Хоть они и там трудятся, но это Божьи дети. Но из того другого народа, из другого. Но они богобоязненные. И Моисей говорит этому своему зятю. Слушай, ты мне как брат, пошли с нами. Бог нас благословит. Я верю, что Бог нам добро сделает. Мы придем в ту землю, и тебе будет хорошо. Потому что мы с Богом будем жить. Как вы думаете, что он ему ответит? 30 текст. Но он сказал ему, не пойду. Я пойду в свою землю и на свою родину. Он говорит, слушай, ну как я, что я пойду с тобой? Это мне землю оставить, дом оставить, семью оставить. Ну что я забыл там? Меня там Бог благословит. А вы идите себе. Моисей сказал. Заметьте, Моисей в служении и на стойке. Бывает такое, что вам избирательный комитет скажет, слушай, ну давай ты будешь пресвитером. Что вы скажете? Молодые люди. Что хэппи скажет? Будет он пресвитером? Машет головой. На их языке это значит да. Ну и представьте, вам говорят, давай ты будешь руководителем отдела служения семьи. Давай ты будешь молодежным руководителем. Пожалуйста, возьмите миссионерский. Вот у меня вопрос. Кто хочет быть руководителем миссионерского отдела? На нашем языке опущенные руки означают я. Ну и Моисей точно так же ответил. Нет, 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 Моисей говорит, а Моисей настойчивый. И я вам хочу сказать, я буду повторять вам несколько раз. Не оставляй нас. Потому что ты знаешь, как располагаемся, мы станем в пустыне. Будешь для нас глазом. Если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. Он ему предлагает, ты будешь для нас глазом. Теперь скажите, что, какое служение предложил Моисей Хавау? Что такое быть глазом в пустыне для народа, которого примерно 2 павильона? Что такое быть глазом для народа, который в пустыню пришел и первый раз, и погибнет может? Что это означает? Какое служение он ему поручил? Или предложил? Привратника. Ну нет, привратник он просто стоит. Пускай это больше похоже на что? На того, кто впереди ведет всех. Правильно? Ты будешь для нас глазом. Это провожатый. Это как разведчик. Это как, я вам скажу, друзья, а не ошибся ли Моисей? А кто для них был разведчиком? А кто для них был провожатым? До этого времени. И кто их вообще туда привел? Господь. Господь. А Моисей говорит, ты будешь глазом. Бог мог сказать, Моисей, ну ты далеко зашел. Зачем ты поручаешь хававу? Если я вас веду, я ваш глаз, я ваш стол. Они же шли за столом, правильно? А Моисей говорит хававу, давай ты будешь. Бог мог обидеться. И мог сказать, Моисей, ну ты вообще. Но Бог не обиделся. А знаете почему? Потому что хавав действительно пошел. Хавав знал эту пустыню. Потому что Моисей... А как вы думаете, почему на горе Синай встретился Моисей с Богом? Почему? Потому что он там пасовец. Там горел огонь. Помните? И там они с Богом поговорили. Потом Моисей ушел. И Бог сказал, ты на это же место придешь. Это для тебя будет знамение. Скажите, значит Моисей пас овец там. Скажите, а если вы где-то пасете овец, знайте ту местность. Да, есть. Так вот пустыня была домом хавава. Он знал, потому что переходил. И воду находил. И овец пас. Он знал эту пустыню, как... Но я не хочу сказать, как вообще в одной дом. Но он хорошо ориентировался. И два миллиона людей надо было как-то распределить. Как-то упорядочить. Где-то вода, где-то еще что-то. Где-то деревья, где-то чуть-чуть травы есть. Вот кем был хавав. Он распоряжался жизнью двух миллионов. Это считайте, что от него зависел комфорт. Да, Бог их ведет. Но хавав был, я вам скажу, если не вторым после Бога, то самым нужным человеком. Потому что хавав, куда пойти? Где змеи, где волки, где шакалы? Где воды, где травы? Все хавав. Где что? Хавав. Где куда пойти? Хавав. Вы представляете, каким нужным человеком стал хавав? Но он не израильтянин. Значит, ему доверил Моисея. Значит, его благословил Бог. Домашнее задание. Узняйте жизнь и историю родственников Моисея. Я вам в двух словах скажу. Родственники Моисея по линии хавава присоединяются с этого момента к Израилю. Отправляются с ними в пустыню. И вместо того, чтобы войти в обетованную землю, вы помните, Израиль на 40 лет возвращается в пустыню. Хавав возвращается на 40 лет с ними. Остается и входит в обетованную землю. Поселяется. В книге Судей есть продолжение этой истории родственников Хавава, родственников Моисея. В книге Павел и Павел и Павел мы находим. И в книге пророков. Если вы проследите в Ветхом Завете историю, то они были благословением для Израиля. И они отмечены верностью. Даже после пленения Вавилонского они возвращаются и строят вместе с Ездрой и Ниемией Иерусалим. Это были благословенные мужи. Но домашнее задание вам найти их историю. И все началось с приглашения. Бог тебе дал план. Умножь его. Не хочу. Ну пожалуйста, умножь, помоги нам. Хорошо. В служении награда. Многие относятся к служению как к нагрузке. Не хочу. Бог говорит, ты отказываешься от награды. Будешь служить рядом со мной, будешь иметь благословение. Один из пророков получил от Бога видение. Купи пояс льняной и носи его. Он купил и носил этот пояс. Потом говорит, хватит носить. Пойди закопай его у реки Ефрат. Закопал у реки Ефрат. Прошло время, Бог говорит, выкопай возле реки этот пояс. Он выкопал, а пояс сгнил. Этими словами Бог пророку сказал, когда ты служишь на мне, подпоясываешь мои чресла, то если ты львешься, если что-то с тобой происходит, я тебя подправляю. Только будь на мне, помоги мне, подвяжи меня. Но если ты ничего не хочешь делать, я оставлю тебя. Сам сгниешь. Хотели бы вы Богу помогать, хотели бы вы поддерживать Его руки. Вы хотели бы получить награду в служении каком-то. Если бы не призыв двенадцати апостолов, они бы прожили каждую свою жизнь, и никто бы их не узнал. Но Христос сделал привилегию двенадцати, когда их позвал. Они не поняли, что это привилегия. Они пытались уйти, они пытались уйти от ответственности. Но только в конце своей жизни апостол Павел сказал, подвигом добрыми я подвязался. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец, и не только мне. Апостол Павел относился к своему труду апостола как к награде. И я думаю, когда мы встретимся с ним в вечности, он скажет, пойдем к Господу, он нам даст поручение. Сегодня мы посетим планету какую-то и расскажем им, как мы веровали. Пойдем со мною. А мы скажем, апостол Павел, откуда ты нас знаешь? Он скажет, я вас не знаю, но раз вы оказались здесь, значит вы тоже, как и я, что-то делали для Христа. Аминь. Кто из вас хотел бы попасть на небо? Попасть в вечность и получить там, первое, подставлю тебя над многим, кто хотел бы получить вдвое больше ответственности на небе, чем на земле. И второе, кто хотел бы на небе радоваться не от того, что он что-то получает и ничего не делает, а от того, что он смотрит и говорит, Господи, я так рад, что ты улыбнулся, давая мне поручения, ты увидел, как я уже не терпел побежать, пойти, чтобы обрадовать тебя. Кто из вас хотел бы это увидеть в вечности? Кто хотел бы в такой рай? Спасибо. И последний вопрос. Кто из вас хочет в такой рай уже сегодня? Я имею в виду получить поручение от Бога и порадоваться, когда Бог будет рад, что мы выполнили его поручение. Еще придется повторить эту проповедь. Я закончу после пения. И я так рад, что они приготовили пение. Если бы они не приготовили пение, не трудились, мы бы не получили эту радость. Поэтому служите каждую субботу. И все остальные. Послушаем пение и помолимся. Поехали.